Предполагается, что 25 сентября Альянс за европейскую интеграцию утвердит лидера либерал-демократа Владимира Филата в должности главы кабинета министров и предложенный им поименный список министров. Напомним, ранее лидер ЛДПМ неоднократно заявлял о том, что в его правительстве будут только профессионалы, вне зависимости от партийной принадлежности. Несмотря на это, либерально-демократическая коалиция решила, что новый кабинет будет исключительно коалиционным. Далеко ходить за примером того, чем это обернется для Молдовы, не приходится. В соседней Украине три года у власти коалиционное правительство, три года политических разборок и кризиса. Тему продолжит Станислав Выжга. До утверждения кабинета министров более двух суток, а в отечественной прессе вовсю тиражируется список будущих министров. Уже при первом взгляде ясен принцип его формирования, а именно пропорциональное деление портфелей между четырьмя партиями Альянса за европейскую интеграцию, так называемый алгоритм. Итак, согласно предварительному списку, министерские места распределятся следующим образом. Либерал-демократы получат Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел. Либералы займут места в Министерствах обороны, экологии, транспорта и дорожного хозяйства, экономики и молодежи и спорта. Демократическая партия Молдовы получит портфели Министерства строительства и регионального развития, Министерства культуры, Министерства труда, социальной защиты и семьи, Альянс Молдова-Настры, Министерство сельского хозяйства, Министерство образования, Министерство информационных технологий. Это уже не первое коалиционное правительство в истории Молдовы. Подобная ситуация сложилась после парламентских выборов 1998 года. Тогда коммунисты с сорока мандатами оказались в оппозиции. Блок за демократическую и процветающую Молдову, костяк которого затем перешел в демократическую партию, тогда склонил чашу весов вправо. Образовавшееся парламентское большинство создало Альянс за демократию и реформы и сформировало коалиционное правительство по принципу алгоритма. Это и положило начало разногласия между созданным парламентским большинством и тогдашним президентом Петром Лучинским. Уже через год часть депутатов вышла из состава фракции Дьякова. Развалилось парламентское большинство и досрочные парламентские выборы стали неизбежными. Что характерно, на этих выборах демократы оказались в аутсайдерах, а их лидер Дмитрий Дьяков не получил депутатского мандата. В те годы Молдова была доведена до ручки безответственной квази-тоталитарной диктатуры социально-экономического либерализма. В 2000 году страна на грани банкротства. Из-за падения курса национальной валюты коалиционное правительство не сможет справиться с текущими платежами по кредитам МВФ и Всемирному банку. Промышленные показатели приблизились к показателям 1995 года. Показатели объема производства сельскохозяйственной продукции начинают стремительно падать в 1998-2000 годах, когда разворачивается программа приватизации сельхозпредприятий ПМЭНД. Балансовая стоимость производственных основных средств в сельском хозяйстве снизилась почти в четыре раза. Практически молдавские аграрии оставились без производственного оборудования. Это наш печальный опыт. Что такое коалиционное правительство и что оно несет граждан своей страны, хорошо ощущают жители соседних Румынии и Украины. Бывшая советская жительница после раздела министерских портфелей между партиями, вошедшими в нынешний парламент, стоит на краю экономического хаоса, девальвации национальной валюты, снова на повестке дня проблема раскола Украины, социальная дифференциация, рост числа депрессивных регионов. Страна перманентно в состоянии политического противостояния, которое грозит перерасти в губительную для государства фазу и ее распаду. Не все так гладко с коалициями и альянсами в соседней Румынии. В 2003-м, когда нынешний президент БССКу заключил стратегический союз национал-либеральной партии, возник судьбоносный альянс «Право и справедливость», который и послужил для БССКу трамплином к президентскому креслу. Судьба самого альянса, впрочем, была хоть и славной, но недолгой. С 2004 по 2007 годы «Право и справедливость» входил в правящую правительственную коалицию вместе с Союзом Венгров Румынии и Гуманистической партии. Однако в самом конце 2006-го коалиция начала разваливаться. Сначала ее покинула Гуманистическая партия, к тому времени переименованная уже в Консервативную, а в апреле 2007-го премьер Таричану, он же лидер национал-либералов, снял министров от Демократической партии и вместе с Союзом Венгров сформировал правительство меньшинства, одновременно положив конец и альянсу. Став членом Евросоюза, Румыния так и не сумела решить целый ряд социально-экономических проблем. О том, насколько губительен такой путь для Молдовы, говорилось еще в самом начале первой предвыборной кампании нынешнего года в программе «Далой барьеры» тогдашним первым вице-премьером, министром экономики и торговли Игорем Дадоном. Вы знаете, экономика всегда рядом с политикой. Почему не удалось в Украине? Вы знаете, какой хаос там на Украине сейчас. Почему это не удалось в Румынии? Там тоже хаос в экономике. Почему не удалось другим странам? Я отвечал на этот вопрос буквально на днях. Я уверен, что это удалось, благодаря тому, что у нас были очень хорошие, правильные и взвешенные действия всех уровней власти. Почему я мог в любой день поднять трубку и позвонить вице-президенту Национального банка, либо президенту, губернатору Национального банка, и спросить, как мы будем действовать вместе, сообща? Этого не мог делать ни на Украине никто, ни в Румынии. Из-за этого все там произошло. Это только кажется, что в политике много непредсказуемого. Но разворачивающиеся в нашей стране сценарии уже прошли страны-соседи, обретя собственный багаж ошибок. Стоит ли повторять? Станислав Ижга, телекомпания «НЕК». Продолжение следует.